Привет, меня зовут Аня. У меня сегодня есть какая-то очевидно рабочая сторона и вторая сторона. Сегодня я хочу сделать расхламление и, конечно же, показать это всё вам. Вообще, совсем капельку предысторию. Мы переехали совсем недавно, и вообще я хотела сделать расхламление до переезда, потому что это как минимум логично, чтобы весь накопившийся хлам не везти с собой на новую квартиру. Но я не успела это сделать, потому что с переездом всё закрутилось слишком быстро. В итоге мне пришлось перевезти все вещи. Я там, конечно, парочку вещей, наверное, выкинула во время того, как их собирала. И сейчас, когда я уже переехала, хочу перебрать все вещи и действительно избавиться от некоторых вещей. Какие-то вещи я просто выкину, какие-то, которые будут в хорошем состоянии, но которыми я уже не пользуюсь, я буду продавать. Поэтому обязательно досматривайте это видео до конца. Я, во-первых, буду показывать, какие вещи я продам, и, во-вторых, я там в конце скажу, где можно будет их купить, если вдруг вам что-то понравится, вам что-то пригодится. Я надеюсь сегодня быть более жёсткой относительно вещей. Давайте начнём. Я хочу начать с гардероба, хочу перебрать все вещи. Я разложила все вещи из шкафа здесь на кровати по категориям. Там есть и летняя одежда, и такая весенняя, весенне-зимняя. Сейчас я это всё буду мерить и думать, оставлю я это, продам или отдам переработку. Начну-ка я с топов. Надела первый топ и понимаю, что, кажется, моя прическа разрушится к концу этого видео. Этот топ я сто процентов оставляю, очень люблю его, ношу. Я его не так часто, но он и не такой повседневный, но на какие-то особые те самые случаи всегда надеваю. Поэтому этот топ мы оставляем. Кстати, вы много спрашивали, откуда он. Он из Бершки, и её сейчас нет, поэтому где найти альтернативу, не знаю. Но можете, кстати, заскринить. И где-нибудь, может, на Алике, на Зоне, на Вайлдбери сойти по коже. Я сняла топ. Так выглядит моя прическа, я её убираю. Водолазка. Билла в секунде. Я её оставляю, потому что она суперкомфортная. Это единственная, наверное, у меня водолазка, которая мне нормальная по длине рук. Оставляю. Похожая водолазка, она с Алиэкспресса. Что мне в ней не нравится, это то, что рукава короткие мне, особенно если я её так. Ну, то вот, видите, рукава заканчивается вот здесь. Это не круто, мне в ней некомфортно как раз из-за этого. Хотя я часто надевала эту водолазку как просто подложку под что-то. Наверное, мне лучше найти другую базовую водолазку, потому что в этой мне некомфортно. А нужно ходить в тех вещах, в которых ты чувствуешь себя комфортно, чёрт возьми. Ещё одна водолазка. Она уже такая оверсайзная, но, во-первых, она как-то странно на мне выглядит. Во-вторых, тут ещё давным-давно, ещё чуть ли не сразу же, как я её купила, распоролся рукав. В целом, я её носила за последний год, наверное, один раз. Поэтому эту водолазку тоже на утилизацию. Очень милый топ с Шейна, насколько я помню. Я не могу сказать, что для него ничего плохого, но за последние полгода-год я его, кажется, вообще не носила. Поэтому я думаю, я его продам, потому что он в хорошем состоянии. Я её зашью и оставлю. Всё. Так, из топов осталось всего лишь три, и я их уношу в шкаф. Следующий небольшой подраздел — это летние топы. Вот этот топ суперкомфортный, офигенный. Очень хорошо сидит по фигуре. Конечно, я его оставляю. Вот этот топ, боже мой, это моя любовь. Я купила его года три назад, но он настолько красивый. Единственное, что меня летом иногда останавливает от того, чтобы его носить, — это повышенное, нежелательное, отвратительное внимание от мужчин. Но я продолжу его носить, потому что мне он очень нравится. Он очень красивый. Вот такой вот интересный топ с драконами. Выглядит красиво, но проблема в том, что носила я его, кажется, один раз. Не знаю, что-то в нём не так. Хотя по качеству он хороший, но единственное, что я его тоже купила в Second'е, он не новый. Но, в принципе, кому-то может подойти. В принципе, я думаю, я продам этот топ. Он хороший, он прикольный, но, видимо, как-то не моё, поэтому я его не носила. Ещё один потрясающий, красивейший топ. Из разряда «Ты вышла на улицу полуголой, сама виновата, сама спровоцировала». Обожаю его, он очень красивый, тоже заказывала ношение. Тоже продолжу его носить. После небольшого перерыва я возвращаюсь. Тимур вернулся домой. У меня теперь есть дополнительный источник звука. И я думаю, так будет комфортнее и качественнее. Супер. Правда, уже темнеет, и мне кажется, что скоро придётся включить верхний свет. Я так не люблю верхний свет, но ладно. Мы продолжаем. Тут у меня ещё среди топов лежал вот такой вот корсет. Но это, на самом деле, типа корсет. Он больше создаёт видимость корсета. Я его оставляю. Не буду мерить, потому что на голое тело это будет странно, но я точно знаю, что я его оставляю. Итого, 4 топа из 5 я оставила, положу их в шкаф. Давайте разбавим все эти топы штанами. Начну с этих джинсов. Джинсы топовые. Я очень давно искала именно такие и именно чёрные. Мне они очень нравятся. Даже при моём росте, 175, они доходят и даже чуть-чуть закрывают ногу. Всё супер, я их оставляю. Так, а что делать, если расслабляться мы уже закончили? Избавились от ненужных вещей, оставили нужные вещи и также нашли третью категорию. Это тоже нужные вещи, но те вещи, которыми мы пользуемся нечасто. Или делаем мы это в какие-то определённые сезоны, в какие-то определённые случаи, которые происходят довольно редко. И эти вещи мы всё равно оставляем, потому что понимаем, что когда-то мы ими воспользуемся, но сейчас они просто занимают пространство и просто лежат. Было бы очень круто, если бы где-то вне квартиры было такое место, где можно эти вещи хранить, при этом чтобы это место было надёжным, и такое место есть. И называется оно мини-склад. Это бережное хранение любых вещей любого объёма, даже одной маленькой коробки. Можно арендовать место на общем складе или индивидуальный бокс. Я очень люблю минимализм в квартире и страдаю, когда вижу, что многие уголки заполнены вещами, которыми я пользуюсь редко или в определённые сезоны. Мини-склад же позволяет освободить эти уголки и придать им уют. Такие склады есть в Москве и Петербурге. Что оказалось важным лично для меня, у них есть доставка и грузчики, которые надёжно упакуют вещи и аккуратно доставят их как до склада, так и обратно. А за надёжность хранения можно не переживать, ведь на складах поддерживается оптимальная температура и влажность. Там сухо, чисто, просторно, везде порядок. На складах есть постоянное видеонаблюдение, охрана и пожарная сигнализация. А хранить можно всё, что угодно. Вещи на время ремонта или переезда, спортивный, авто и садовый инвентарь, документы, книги, одежду, игрушки и так далее. Бюджет хранения начинается от 450 рублей. Представляете, это как сходить на завтрак в кофейню. А с моим промокодом MURM вы получите 1000 рублей депозита на хранение. Переходите по ссылке в описании и освобождайте пространство вместе с мини-складом. Вот такие вот штаны. Они изначально покупались для нашего неудавшегося секонда. И они хорошие, они мне вроде нравятся. Хм, я даже не знаю на самом деле. Вообще они прикольные. Не, вообще штаны клёвые, потому что все штаны до этого, которые у меня были, они мне были короткие. А эти опять-таки ложатся вот так на ногу. И это супер, потому что они суперские по длине. Хорошо на мне сидят. И у них прямая красивая форма. Я думаю, я должна дать им шанс, и я хочу их поносить. Поэтому я их оставлю. Следующий лот — это джинсы уже синие. Мне эти джинсы полностью нравятся. Очень люблю их. И я их, конечно же, оставляю. Вот эти штаны как раз отражают то, о чём я говорила. Они мне... Как будто хочется добавить им пару буквально сантиметров длины. Потому что они выглядят довольно странно. Да, блин, они выглядят немного странно, но вроде и приемлемо и нормально. И мне хочется их оставить, потому что я их ношу больше летом. Мне хочется добавлять цвета в свой гардероб, поэтому я оставлю эти штаны. У меня есть точно такие же по фасону, посадке и так далее штаны. Я не очень хочу их мерить. Они абсолютно такие же, как розовые, просто чёрные. От этих штанов я уже хотела отказаться, потому что появились очень крутые чёрные джинсы, которые намного больше меня устраивают по фасону, посадке и так далее. Но эти штаны нравятся Тимуру. Он их носит довольно часто, поэтому я от них тоже избавляться не буду. Тоже их отложу. Ой, я так круто прикрылась этими штанами, а в зеркале-то всё видно. Вот эти штаны... Я их называю комфортными штанами, потому что они действительно такие супер расслабленные. Из очень нежного и приятного материала. И они очень широкие, красивые, крутые, но как будто это немного не мой стиль. Я думаю их продать, потому что я их не носила ни разу. И вообще они изначально покупались для секонда. Эти штаны я заказывала на Алике. Я думаю, по их длине это видно. Они тоже буквально сантиметра на 3-4, наверное, короче, чем мне бы хотелось. И именно по этой причине я их не ношу. Поэтому если вы вдруг поменьше, я думаю, они бы вам супер подошли, потому что материал у них супер приятный, они супер комфортные. И я их продам, потому что я их носила, наверное, один или два раза. А вот эти штаны, они на самом деле очень большого размера, совсем не моего. Я их отдам на переработку. Довольно много у меня, оказывается, штанов, хотя мне всегда казалось, что мало. Это я всё отношу в шкаф. Так, теперь у нас юбки. Эта юбка, боже, она тоже изначально покупалась для секонда, но что-то как-то особо её и не покупали. И я к ней так прикипела и так в неё влюбилась, что я её оставила себе. Продолжу её носить с гигантским удовольствием, потому что она очень красивая. Я очень давно хотела себе именно такую юбку. Белая юбка, восхитительная. Тоже ношу её периодически. Тоже оставляю. Вот эту юбку я обычно ношу с корсетом, хотя без корсета тоже вроде нормально. Тоже крутая юбка, базовая. И тут есть карманы. Я её оставляю. Я думаю, я её продам. Вот эта юбка неожиданно оказалась в моём гардеробе. Какое-то время назад не думала, что я вообще буду такое носить, потому что мне раньше не нравилось, а теперь очень нравится. Оставляем. И вот эти юбки я оставляю и отношу в шкаф. А следующие у нас шорты. Первый лот. Вот такие шорты. Мне они всем нравятся. Покупала их в Винни-Клоу. Очень крутые. Оставляю. Летом вообще часто их ношу. Вот эти шорты я, если честно, думала, что продам. Но я сейчас их надела и поняла, что вообще-то они прикольные. И я хочу этим летом их носить. Офигенно выглядят. Вообще потрясающие шорты. Тоже очень крутые базовые шорты. Очень похожего типа на предыдущие, только чёрные. Оставляю. Вот эти шорты, они вроде стилёвенькие. Прикольные. С прикольной клеточкой. Они мне в талии сильно жмут. И я прям еле дышу в них. И, возможно, я их оставляла с надеждой на то, что я похудею. Но это очень глупая надежда. В плане того, чтобы оставлять вещи, исходя из этого. Поэтому я думаю, я их продам, потому что состояние у них отличное. И с шортами всё. Я отношу в шкаф. Сейчас будет довольно большой блок рубашек. Их как-то оказалось действительно много. Так, вот эта рубашка. Её, конечно же, оставляем. Одна из моих любимых рубашек. Она гигантская. Я обожаю такие рубашки. Вот эта рубашка. Она просто потрясающая. Эта рубашка Тимгура, кстати. Но мы её носим тоже вдвоём. Кстати, многие спрашивали, откуда она. Он сам не знает. Ты же сам не знаешь. Уже не помнит. Сто процентов остаётся. Вот эта рубашка винтажная. Потрясающая. Мне она очень нравится. Она тоже из Секонда, если что. Я её оставляю. Вот эта рубашка. Она базовая. Она из такого, правда, чуть-чуть... Ну, не прям полупрозрачного материала, но она такая. Из этой рубашки я как будто уже... Ну, не то что выросла, она как будто уже для меня не такая актуальная. Я её, кажется, давненько не носила. Вот эта рубашка очень крутая. Наверное, можно оставить. Она прикольная. Вот эта рубашка, она похожа на предыдущую, но только она коричневая. У неё немного другая клетка и другой материал. Она прикольная, она комфортная, но я её давно не носила, не выбирала её. Я думаю её продать, потому что она в очень хорошем состоянии, но я её почему-то не ношу. Вот эта, это не рубашка, а накидка Хаори. С очень прикольным принтом в виде демонов. Блин, она прикольная, она интересная, но я её надевала, кажется, только один раз, и то даже не на улицу, а чисто для образа на Хэллоуин. И я думаю, что я её тоже продам. Совсем не вписывается в мой стиль. Эта рубашка тоже прикольная, довольно стильная. Она ещё такая длинная, в этом тоже есть что-то, но мы её не носим тоже. Она в таких нежных цветах и в прикольную крупную клетку, а ещё у неё очень плотный, мягкий и приятный материал. Она не носилась, поэтому я её продам. Вот эта рубашечка с коротким рукавом и с очень прикольным интересным для рубашки вырезом. Думаю её оставить. Чёрная рубашка. Как идея, прикольно. Исполнение вроде тоже нормальное, но опять-таки я заказывала её с Шейна. Это китайский сайт. Мне, конечно же, ужасно короткие эти рукава. Из-за этого мне некомфортно и выглядят некруто. Поэтому я думаю её продать. Базовая, прикольная, но короткая. Если вы поменьше, возможно, вам подойдёт и вы захотите её купить. Благо, в секунде я нашла ещё одну чёрную рубашку. У неё нормально с длиной рукавов. Я её оставляю. Большая красная рубашка, которую я тоже купила в секунде в порыве желания разбавлять свой гардероб разными цветами. Первые пару раз я её поносила после покупки, но потом она уже лежала у меня в гардеробе и пылилась. Буду ли я её носить, если я её оставлю? Наверное, нет. Наверное, я её на переработку. Мы переходим к следующей категории всяких савитеров. Тёплой одежды. Первая штука — это вот такая вот штука. Я до сих пор не знаю, как это называется. Блин, она, с одной стороны, такая прикольная. Этой зимой я её уже не носила. Наверное, я её продам. Дальше жилетка, такая базовая, с прикольными разрезами вот здесь. Они такие большие, и я не знаю, это придаёт ей какого-то шарма, но я думаю её продать. Или даже на переработку, потому что, видимо, с других свитеров на неё нацеплялось всяких штучек. Эти штучки вряд ли отмоются. Ладно, утилизируем. А вот этот свитшот, люблю его, но как будто перестала носить, как будто немного переросла его, если это слово вообще подходящее в этой ситуации. Чё, я тогда её продаю? Её нельзя продавать. Почему? Она мне так с тобой соценивает. Она прям твоя вещь. Ну я её не ношу почти. Сейчас как раз у меня нет вещи, которая была более бы твоя. Ладно, эту пока оставим. Вот этот свитер отслужил мне верой и правдой, но он маленький. По сравнению с тем, что мне хотелось бы носить. Но мне нравится у него треугольный вырез с рубашками, вообще суперски смотрится. Я думаю его продать. Он в хорошем состоянии. Этот свитер прям уже максимально не моё, потому что он кроп, плюс он имеет плохую сентиментальную ценность. Точнее, не ценность скорее, наоборот, плохие ассоциации. Да, машинкой можно обработать и, наверное, его продать за пару соточек. Этот свитер, он вроде такой прикольный, но как будто уже тоже не моё. Я бы его продала, потому что он в хорошем состоянии, но наша предыдущая стиральная машинка на прошлой квартире сделала с ним плохую вещь. Вот тут какое-то рыжее пятно, тут тоже что-то рыжее, поэтому я его на переработку отправлю. Вот эта штука, боже, она с одной стороны такая немножко бабушкина. Мне так нравится этот стиль, я не знаю. Это такое интересное дополнение, такая прикольная жилетка. Она мне очень нравится. Я её оставляю. Вот этот свитер, он очень прикольный, очень такой уютный, но у меня как будто не тянется к нему рука. Он прям прикольный. Я его продам. Плюшевые медвежачьи худи. Я его очень любила какой-то период, но сейчас не ношу его, потому что оно, мне кажется, немного маленьким для меня. Мне хотелось бы, чтобы у меня было такое же худи, только на пару-тройку-четверку размеров больше. Но, кажется, его очень облюбовал Тимур. Оставляем для Тимура. Ещё одна категория появилась. Свитер, который я на самом деле очень люблю. Ну, с футболкой он странно, конечно, смотрится. Но эти овечки и цвет мятный очень прикольный. Мне не хватает объёма. Но сам свитер очень прикольный. И я думаю, он бы очень понравился кому-то из вас. Поэтому я его продам. Свитер супер уютный, супер милый. С потрясающими овечками. Жилетка с гусиной лапкой. Она прикольная. Она даже большая. И она очень приятного материала. Но я тоже её уже не ношу. Поэтому я её продам. Офигеть, а из свитеров и вот этой вот тёплой категории осталось-то всего три вещи. И то насчёт вот этой коричневой солнышком я немного сомневаюсь. Ну всё. Это идёт в шкаф. А! Ещё одна. Боже. Она прикольная, но я её тоже не ношу. И я думаю её продать. На самом деле я сейчас положила всё, кроме платья, в шкаф. И там столько места освободилось. Расслабление. Это круто. Последняя категория. Платье, сарафан и всё такое. Очень интересная категория. Потрясающий чёрный сарафан, который изначально покупался для выдачи аттестатов в школе, по-моему. Который суперски прижился в моём гардеробе. Очень люблю его и, конечно же, оставляю. Ещё один потрясающий сарафан, который я тоже оставляю, потому что очень его люблю. И, наконец-то, наступило то время, когда все эти лёгкие вещи, юбки, платья сарафана можно носить. И я буду его носить с удовольствием. Супер базовое чёрное платье, трикотажное, которое полностью в обтяжку. Мне кажется, когда я его покупала, это был какой-то у меня элемент взросления, женственности и всего такого. Не знаю, оставлять его или нет. Вообще оно выглядит шикарно. Наверное, я его оставлю, пока там ему шанс. Не, вообще оно крутое. Я хочу себе купить большие берцы, какую-нибудь крутую кожанку и составить такой лук. Очень прикольно, мне кажется. Очень красивый, нежный летний сарафан. Очень милый сарафан. Но есть два но. Первое, при долгом ношении он меня начинает немного душить. И мне прям дискомфортно, когда я его ношу. И тут короткие для меня рукава. Почему, почему так? Ведь он такой потрясающий. Я бы с удовольствием носила его намного больше, если бы не дискомфорт. И опять-таки, видимо, это рассчитано на девушек более маленькой комплекции, чем я. Поэтому я его продам в состоянии, но опять-таки в потрясающем. Это платье покупалось для выпускного. И я его надевала, собственно, на выпускной и на мероприятия, которые были посвящены окончанию школы. Оно просто потрясающее, оно восхитительное. Мне невероятно нравится то, как оно сидит, то, как оно выглядит. И, конечно же, я его оставляю, несмотря на то, что я носила его всего пару раз. Но как будто бы в моей жизни нет настолько много моментов, мероприятий, на которые можно надеть вечернее платье. Но я знаю, что обязательно еще надену его. Только бы нашелся случай. Надо самим создавать эти случаи. И кажется, все, что лежало в шкафу, на этом разобрано. У нас есть еще всякие куртки и так далее, но там все, что мы носим. И есть еще одна вещь, которую я хочу показать и вместе с вами подумать, что с ней сделать. Последняя вещь, по поводу которой я, правда, не знаю, это мой тот самый кардиган, который я сама вязала. Он очень стильный, он потрясающий. Но я по какой-то причине не носила его. Ну, кстати, у него очень-очень длинные рукава. И я думаю его продать, потому что вещь невероятно стильная, сделанная с гигантской любовью. И вообще он очень крутой, очень красивый, очень теплый. Носить его весной, осенью было бы просто потрясающе. Или летом, вечерами в него укутываться. Это очень уютно и очень круто. Но единственное, что не ожидайте маленькой цены, потому что это ручная работа. Это мое время, любовь, силы, которые я потратила на то, чтобы его связать. И я пока еще не придумала, какую именно я цену поставила бы ему. Но она явно будет не маленькой. И все. На этом разбор гардероба окончен. Дальше мы с вами в этом видео переходим к разбору всего остального. Мне потребуется перерыв. Боже мой. Ребята, это ужас, потому что я вернулась к расслаблению где-то спустя месяц. Я очень долго это откладывала, потому что мне оставалось разобрать вот те коробочки, которые у меня там стоят. И мою косметику на подоконнике. И почему-то мне казалось, что я буду делать это очень долго, или что это как-то очень страшно и так далее. И я очень долго откладывала это действие. В итоге я за час-два это сделала, и это было супер просто. Сделала для вас таймлапсы, потому что там особо нечего было показывать. Единственное, что я перебирала свою памятную коробочку, где было очень много записочек, открыточек, которые мне дарили и подруги, и зрители, которые видели меня вживую. Все то, что мне дарили родственники, близкие. Короче, я это все храню. Пересмотрела все эти записочки, открыточки, подарочки маленькие. И это было очень мило, очень памятно. Все храню у себя вон в той белой коробочке. Также в этих коробочках я нашла какую-то неизвестную мне гирлянду. Я ее не помню, чтобы когда-либо покупала и когда-либо видела вообще. Но эта гирлянда мне понравилась, и я решила повесить ее дома. Смотрится очень круто, но я до сих пор не понимаю, откуда она. Поэтому такая бонусная, затерявшаяся гирлянда теперь есть у меня. Также перебрала свою косметику. На самом деле я это делала не так давно. Ну, точнее нет, наверное, это было давно. Я ее уже тогда перебрала, и с того момента у меня нового почти ничего не появлялось. Я вообще очень редко покупаю себе какую-то новую косметику. И, наверное, если бы я еще и смотрела на сроки годности косметики, которую я перебирала. Скорее всего, там было бы уже очень много просроченной косметики, но я вообще не понимаю, на что это влияет. Но мне почему-то не хочется смотреть правде в глаза. Кроме моих вещей именно из одежды, мне ничего не нашло, что продать. Был мой фотоаппарат с объективом, с всем, короче, комплектом, который нужен. Я его уже продала. Его купила потрясающая, очень милая девочка, с которой мы погуляли, посидели. Я ей показала фотоаппарат. Очень больно, на самом деле, было с ним расставаться, потому что именно с ним я начинала свой блог. Очень долго его продолжала вести, и именно он помог мне добиться чего-то на ютубе. Ну и теперь у меня есть новая техника, благодаря которой он последний месяц, наверное, лежал в шкафу, пылился. Лучше он будет приносить пользу кому-то другому, радовать кого-то другого. Также я думаю продать свой проектор. Но я пока, блин, не уверена. Но если что, подписывайтесь в мою запрещенную социальную сеть, в мой Телеграм. Если я все-таки решу его продавать, я обязательно это выложу там, как я сделала с фотоаппаратом. И я думаю, что свою одежду я буду продавать на Авито. Когда я сделаю все объявления, скину ссылку на мой аккаунт на Авито в описании, продублирую все эти вещи у себя в запрещенной социальной сети и в Телеграме. Да, спасибо большое вам за просмотр. Мне стало намного легче жить без этого всего. Очень чистенько, уютненько выглядит квартира. Люблю вас, ребят. До скорых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok